Ну что ж, мы продолжаем учиться управлять своим телом в подводящих движениях для того, чтобы эффективно, комфортно двигаться в движениях направления Animal Flow. Мы разбираем 2 базовых позиции. Наконец-то мы с вами можем приступить к следующей задаче. То есть мы научились менять опору с 4 точек на 3 точки, с 3 точек на 2 точки. Вот теперь наша задача научиться, используя 4 точки, перемещать вес с пары точек ноги, руки. То есть ноги, руки. И здесь нас ждут 2 пренеприятнейших или приятнейших новости. В чем дело? Если нам не хватает подвижности в тазобедренных суставах для того, чтобы выполнить движение, мы эту подвижность начнем забирать из подвздошно-крестцового и поясничного отдела, которые потеряют стабилизацию, а функция их стабилизировать. Если нам не хватает подвижности в плечевых суставах, мы начинаем забирать эту подвижность из шейного отдела, иногда из поясничного. Также теряя возможность этих отделов проявлять стабилизацию. То есть поясничные и шейные вдруг начинают выполнять амплитудную функцию, увеличивая амплитуду. Но не за счет подвижности плечевых суставов и тазобедренных, а за счет того, что это напряжение уходит вверх или вниз. У меня большая к вам просьба. Не выходите в амплитудные движения, пока вы не восстановите подвижность тазобедренных и плечевых суставов, если мы говорим о безопасности, о комфорте, об уровне управления, потому что это ваша техника безопасности. Итак, сегодня мы поучимся с вами переносить вес с положения бист назад. Когда мы будем делать это положение назад, вот там у нас будет очень большое требование, что же у нас с тазобедренными суставами. Итак, давайте попробуем разобраться. В позиции на четвереньках, в положении бист, нам нужно будет увести, нашли у себя седалищные бугры, на которых, я надеюсь, вы сидите, в сторону ваших пяток. Но у кого есть проблемы с коленными суставами, с тазобедренными суставами, мы сделаем ровно столько, сколько комфортно, слегка разворачивая бедренные кости наружу. Какая основная ошибка и что может происходить в этой позиции, что будет травмировать вашу поясницу? Если вы знаете, что сидя с выпрямленными ногами, у вас круглая спина, вот вы садитесь на седалищные бугры, и вы понимаете, что или тянет задняя поверхность ног, или поясница, то есть вы все время округляете спину. Посмотрите, серединка паха внутри, это ваш тазобедренный сустав. То есть если вы сместите бедренную кость к себе, а у вас нету этой подвижности, напоминаю, не вот это движение, когда у вас здесь круглая спина и где-то забедренная, а движение вперед, когда ваша кость, то есть головка бедренной кости, когда есть амплитуда вращения со стороны движения таза и со стороны вращения бедренной кости. Вот нужно его мягко набрать, то есть если вы знаете, что вы так сидите, то еще внимательнее, еще аккуратнее, еще нежнее со своим телом. В положение бист, если надо, разомните кисти рук, напоминаю. Что делаем? Мы мягко плечевые кости наружу, отрываем колени и уходим назад. Слегка можете поднимать пока, двигая колени вверх и медленно, толкаясь пальцами ног назад в позицию на колени. Медленно, еще разочек, выдох и назад. Руками отталкиваемся, здесь у нас руки, плечевые кости вращаются наружу. Назад и плавно вниз. Еще разочек, мягко. Пятки, усаживаемся на пятки, стопы у нас не вращаются, то есть у нас нет вращения стопы. Колени и мягко назад. Возвращаемся. Если надо, сняли напряжение. И теперь делаем следующее действие. Вначале с колен, мягко, вес, плечевые кости наружу, вперед и назад. Еще разочек, вперед, вдох в таз и назад. И еще разочек, вперед, вдох в таз. Длинная шея, не висим на руках. И теперь делаем мягкое смещение, вперед-назад. То есть мы с двух опорных четырех точек больше загружаем две, потом две других ноги. Мягко, вес, назад и вперед, назад и вперед. Плечевые кости наружу, назад и вперед. Отлично, сняли нагрузку, расслабились. Всегда движения, сняли нагрузку запястья, можно упростить. Всегда можно найти так называемые слепые зоны в управлениях и отсутствие работы целевых мышц. В чем особенность нашего метода? Когда вы возвращаете сокращение движения в целевую группу мышц, она включается во все повседневные ваши движения. Это не работа на коврике, это работа с мозгом, который начинает использовать эту мышцу в жизни. Соответственно, вам не нужно специально тренироваться. Мы на коврике ищем слепые зоны. Поэтому исследуйте, ощущайте, как меняется ваше тело и встретимся на следующем уроке. Продолжение следует...